Привет, Страж! Это канал Triple Vibe, я Джонни Лейни, и сейчас будет такое же вот видео. Не-не-не, не в смысле хороним Destiny 2, а в смысле разговорное, без квестов и не особо геймплейное. DLC Военный Разум вышло около недели назад, ровно неделю. За это время можно было поиграть, составить своё мнение, и да, я надеюсь, что вы именно своё мнение собрали из впечатлений от игры, а не просто копируете один и тот же комментарий под каждым видео. Сразу в день релиза у меня на канале прошёл стрим, где я делился первыми впечатлениями от сюжетки и каких-то мелких активностей, вроде ивентов и сбора данных. И тогда я сказал, что да, это DLC мне нравится, оно лучше проклятия Осириса. Я уже как-то говорил, что меня некоторые винили в постоянном хейте к игре. Что ж, теперь в комментариях пишут, что я продался, ведь я гнев на милость сменил. Алло, можно мне срочно вертолёт до Монте-Карло? Мне так захотелось выпить. Но будьте уверены, если у игры продолжат появляться проблемы, не будут решаться старые, я буду о них говорить. И только давайте договоримся, когда я буду озвучивать что-то из плохого, не обвиняйте в хейте, будьте последовательными что ли. В этом видео я коротко по пунктам расскажу о своих впечатлениях от военного разума, и в некоторых моментах иногда даже засветятся некоторые ваши комментарии, на которые я попробую ответить. Сюжетная линия дополнения мне очень понравилась. Да, она короткая. Да, это несколько миссий и босс-файт. Но ещё на стриме я говорил, эта ветка оказалась интереснее, чем основная кампания Destiny 2. Я, по крайней мере, не буду бояться перепройти её на своих дополнительных персонажах. Может быть, я бы и не отказался добавить ещё 2-3 миссии, ещё минут на 40. Но если бы это были миссии с водой в сюжете, и были сделаны только ради продолжительности, то нафиг бы они были нужны. Она не скучная, она открывает новые красивые локации, по которым хочется бродить, и на которых действительно есть на что посмотреть, в отличие от прошлого Бесконечного Леса. Как я ненавижу Бесконечный Лес! Босс-файт для меня стал ещё более запоминающимся, чем битва с Великим и Ужасным Голом, если вы вообще помните, кто это такой. Но, однако, битва с боссом из Проклятия Осилиса мне понравилась пока что больше всего. Вот таких вот комментариев под видео и на стримах я нахожу очень много. Какого лешего сюжетка такая короткая? Вообще, почему для многих главное обвинение DLC звучит именно в виду сюжетки? Нет, вы серьёзно играете в Destiny ради сюжета? В Макдак, может, ещё за салатом Цезарь приходите? Как вы смотрели стрим по DLC, на котором разработчики сказали, что продолжительность сюжетной ветки не будет больше, чем в предыдущем расширении? Зачем невнимательно следить за анонсами и обещаниями, а потом обижаться и кругом писать, что вас обманули и кинули? Серьёзно, сюжетные миссии в Destiny всегда служили неким проводником к новым локациям и методом ввода новых персонажей. Однако, раскрытие того же самого сюжета и уж тем более геймплея как раз таки происходило уже после завершения стори миссий. Лор весь упакован в различные артефакты, его приходится искать, собирать по крупицам и тем интереснее. Сколько раз я наблюдал, например, на сходках, как несколько стражей сидят и за бокалом пива спорят за лор, потому что кто-то нашёл какой-то фрагмент и прочёл, а кто-то упустил важную деталь. Но нет, большинству надо переживать и в рот положить, чтоб понятно было, кто есть кто. Эндгейм. Для меня главным изменением стало появление вот этого настроения, когда в игре вдруг стало чем заняться. Появился простой, местами банальный, но гринд. Уровень силы поднимается до максимального не за пару вечеров. Игроки ищут резонирующие частоты, искали фрагменты памяти, разгадывали коды на стенах бункера Распутина. Квест на спящего симулянта занимает довольно много времени. Получение всех частот уж тем более. И да, я уже вижу как твои пальчики тянутся к клавиатуре, написать, что ты уже на второй день всё выбил, протокол соло закрываешь и вообще игру-то уже прошёл и удалил. Но в чём цель высосать весь контент, рассчитанный на несколько недель или может даже месяцев игры, за пару дней на Рэдбуле, чтобы потом гадить в комментариях о том, что в игре ничего не изменилось. Типа даже я, являясь огромным поклонником серии, понимаю, что если я сейчас засяду, то я сделаю гадость себе в первую очередь. И да, конечно я соглашусь, что для старых игроков и для меня в частности из первой части, гринд был постоянным и он в игре держал. Но там была идея с рандомными пьерками, рангами и так далее. Вы понимаете, мы очень ждём возвращения этой истории во вторую часть, а пока что нечего гриндить в проклятие Осириса, говно для казуалов. Много гринда в военном разуме, а чё так сложно, банджи? Тоже новое рейд логово, оно вообще оказалось самым трудным рейдом за последнее время. Первое прохождение занялось 7 часов. 7! Новый ивент протокол тоже оказался не по зубам большинству на данном этапе. Это заставляет выполнять рубежи, лететь на паблик-ивенты, страйки и по копеечке собирать себе сет с уровнем силы повыше. Кстати, ставьте лайк, если нужно видео о том, как эффективнее поднять этот самый уровень силы. Гарнила. Эта часть игры, наверное, вызывает больше всего споров и противоречий. Вот добавили интересные фишки. При ватке есть две категории рангов, новые карты и награды Шакса. И странно, но уже этого оказалось достаточно для того, чтобы некоторые игроки пошли играть в Гарнила чуть больше обычного. Мне интересно поднимать ранги и мечтать о пульсе палаш Редрикса. Как это? Это же игра парагринт, я должен собрать тут всё. Но кому-то и это не нужно. В ПВЕ ведь мне тоже есть чем заняться. Поэтому в Гарнила я захожу уже только перед тем, как отключиться в сон. В состязательную игру лучше вообще без команды не ходить. А вот в быстрой игре людей сейчас много. Видать, все хотят гаста видеть цветочка от Шакиса. К вопросу баланса в ПВП все еще есть претензии. Они никуда не делись, но ждать их разрешения в этом DLC было глупо. Такие крупные задачи будут решаться ближе к осени. Об этом разработчики тоже уже заявляли. Странный пункт эмоции. Возможно, я впервые с релиза Destiny 2 вновь почувствовал такую увлеченность процессом. Я залетаю на патруль Марса, выполняю публичное мероприятие, и мне падает экзотик анграмма. И я вскрикиваю от радости. Потом такой, ебать, чё, я радуюсь экзоту в Д2? Это в голове не укладывается. Я реально по этому соскучился. Приятно и с вами диалог вести, когда мне пишут, а что это такое? А ты видел это? А как думаешь? Какие-то догадки, загадки, пасхалки. Такого реально давно не было. Например, вот на патруле воткнут в землю огромный меч. Что это? Тут будет запускаться специальный квест? Может он будет ограничен по времени на получение Black Spindle? Или может это просто декорация, а мы зря придумываем? Вот это прикольно. Прикольно перебирать новые пушки, хоть их и немного. Пересматривать изменения старых экзотов. То же гравикопьё ещё неделю назад нафиг никому не нужно было. Сейчас все с горнила с ним, на страйках с ним. Это ли не замечательно? Подытоживая, минусы, конечно, есть. Остались проблемы в горнила. Большие проблемы. Халтурные налёты, повторяющие миссии сюжетки. Серьёзно, почему нельзя было хотя бы в обратную сторону их развернуть? Вы же делали так в Destiny 1. Над этим смеялись, но разнообразие хоть какое-то. Вопросы большие к матчмейкингу также остались. Вопросы к дропрейту и так далее. Но! Я уже говорил об этом вот в этом ролике. Сейчас переломный момент. Мне хочется в это верить, и я призываю вас внимательнее отнестись к этой идее. Каждый из нас сейчас так или иначе способен влиять на развитие игры. Будем проявлять больше интереса к сложным и долгим скрытым квестам. Их станет больше в аддоне. Будем вновь возвращаться на Марс для выполнения протоколов. Увидим развитие этих идей, например, с каким-нибудь перерождением Prison of Elders из первой части. Всё возможно. Так что пишите в комментариях, согласны или нет вы со мной. А главное, почему. Если будет много интересных и содержательных комментариев, может быть отдельный ролик, даже запилю с ответом на них. Будем с вами тоже типа диалог строить. Ведь так или иначе мы все любим эту игру. Не любили бы, было бы плевать на то, куда там она скатилась или откуда старается подняться. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, написать комментарий, поставить лайк. И увидимся с вами на стримах. До связи.